Первая кровь в армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте пролилась 22 февраля 1988 года. Случилось это во время столкновений в Аскеране. Совет Нагорно-Карабахской автономной области вынес незаконное решение об отделении от Азербайджана. Тогда сотни азербайджанцев из Агдама направились в тогдашний Степанакерт, нынешний хан Кянди, чтобы выразить свой протест. Путь им преградили вооруженные армяне. В результате были убиты два азербайджанца – Али Гаджиев и Бахтиар Гулиев. Однако армянская сторона свою вину в этом по сей день всячески отрицает. Она утверждает, что сделали это азербайджанские милиционеры. И вот на днях непосредственный организатор и исполнитель этих убийств сознался в содеянном. События 22 февраля 1988 года достаточно знаменитые. Так вот, организатором, убийцей, тем, кто стрелял в людей, был я. Тогда открыли следственные дела. Специальная группа приехала. И расследование этих дел продолжалось вплоть до 1991 года, пока не были выведены части Советского Союза. Копии документов находятся в Азербайджане. Там ясно сказано, что мы проводили, могу открыто сказать, диверсии. И уж кто, но не Андроник Кочарян должен говорить, что я занимаюсь пиаром. Андроник Кочарян, о котором было упомянуто, никто иной, как депутат армянского парламента. С Баласаняном у него давний конфликт. Комментируя заявление бывшего соратника, он попросил не уделять сказанному слишком большое внимание. Между тем, признание в убийстве прозвучало спустя 30 с лишним лет. Почему именно сейчас известный армянский террорист, ходжалинский палач, генерал Виталий Баласанян, вдруг решил сделать такое заявление? Естественно, после того, как к власти пришел Пашинян, идут серьезные столкновения между карабахским кланом и тем окружением, которое пришло вместе с Пашиняном. Следует отметить, что часть старой элиты тоже перешла на сторону Пашиняна. И в рамках их риторики и противостояния Виталий Баласанян выдал то, что давно мы все ожидали и знали. Часть прежней команды карабахского клана готова назвать имена заказчиков, уверен Резван Гусейнов. По его мнению, в скором времени Виталий Баласанян может пойти и дальше. Он может раскрыть еще, какие преступления совершал, в том числе убивая армян, тех, кто были не согласны или тех, кто, скажем так, противились политике властей Армении в тот период. Поэтому я считаю, что вот это высказывание Баласаняна, оно в первую очередь как бы угроза тем силам внутривластной элиты Армении, чтобы они не давили на карабахский клан. Признание Виталия Баласаняна опубликовано в ряде СМИ, в том числе в Армении. Он полностью опроверг армянский миф о причинах начала конфликта с азербайджанцами. Вряд ли организатор и исполнитель тех кровавых событий понесет наказание за содеянное. Тем не менее, в армянском обществе уже точно знают, те, кого они считают героями, на самом деле убийцы. Знают, но молчат.